Друзья, привет! Сегодня я расскажу про Брянск и про эвакуацию, про новый налог, который может коснуться абсолютно каждого россиянина, про суперпрорывы. Если ролик понравится, не забудьте поставить лайк и написать комментарий. И начнем с перепуганных жителей Брянской области. Это, напомню, приграничная территория. И они просят, чтобы их эвакуировали. Шел 412-й день. Мы напуганы. Некоторые из нас по три ночи не спят. Вот сегодня стреляют, завтра все. Мы же не знаем, кто это стреляет. Вашим предприездом. Мы только три раза выстрелили. С той стороны. Буквально 20 минут назад. Буквально 20 минут. Куда надеваться? Бежишь, нет. Богомаз написал, что он побыл на месте происшествия. Его здесь не было. Его здесь не было. Я хотела сказать, администрация не встретилась с жителями. Почему? Разъяснили хотя бы. Нас же должны были успокоить хотя бы, чтобы не было паники. Паники. Вот. Это же должно было, вот, ну, инициатива, я думаю, должна была с администрацией приехать сюда. Никто не приехал. Ни с кем не встретились. Они не приехали, потому что ей нечем говорить. Что, о чем они тебе скажут? Что они тебе скажут? Убежище есть. Детишковский. Поддержатели, что не поддерживают. Ничего они не поддерживают. Ничем не поддерживают. Мы ловарим. Они избегают встречи до штата. В Брянской области плавно начинается паника. Жителям Брянской области у себя дома стало крайне неспокойно. Губернатор заявлял, что он якобы приезжал, а он, оказывается, не приезжал, как говорят местные жители. Доверия к власти никакого нет. Люди просят, чтобы их эвакуировали, потому что плавно то, что происходит прямо сейчас в Украине, пришло и в их дома. И жителям просто некуда деваться. Денег на переезд элементарно нет. С российскими пенсиями, с российскими зарплатами, даже выезд в соседний город – это уже праздник. Это целое мини-путешествие. А про переезды многим можно вообще забыть. В принципе, конечно, в России есть программа «Дальневосточный гектар». Или можно в Магадан или на Колыму. Тут, как говорится, если уж хотели повторить, то придется повторять в мельчайших деталях. Но жителям Брянской области от этого явно не легче. Но все, судя по всему, только начинается. Не утихли еще громкие споры шепотом на кухнях. А мобилизации через госуслуги россиян снова обрадовали. В этот раз военным налогом. Депутат Госдумы Олег Нилов предложил ввести новые поборы. Во многих странах это используется. В той же самой Украине военный налог. На время военной операции ввести военный налог. Несколько процентов, 2-3 процента к налогу на доходы физических лиц. Это что, невозможные какие-то траты и потери? Шел 412 день с того момента, как все пошло по заранее намеченному плану. А теперь Нилов говорит, давайте мы с каждого россиянина соберем еще по 2-3 процента. И так налогом обложили по самые уши. А еще давайте каждый скинется. Потому что план такой и был, наверное. Ободрать население как липку. Значит, цепсошная, понятно, вся аудитория, опасаясь принятия такого решения, значит, сейчас опять в очередной раз набросится на меня, значит, с хаем, гиканьем и всяческими такими. Я обращаюсь не к ним, да, не к блогерам диванным. Я обращаюсь к мужчинам. Больше всего опасений, да, о том, что будет мобилизация. Под влиянием всего этого, значит, кто-то бежит, кто-то прячется. Поэтому и есть вот какое-то неприятие таких законов, которые мы приняли вчера. Так вот, заплатив тысячу, две тысячи в месяц, вот эта многомиллионная наша армия военно обязанных и просто находящихся в возрасте, там, скажем, до 40-50 лет мужчин, решит, я считаю, серьезнее. Депутат Нилов нанес превентивный удар по критике этого предложения. Поэтому критиковать я не буду. Хорошо, поражен. Давайте тогда называть это налог на величие. Или по-другому налог на любовь к Путину. И у меня есть тогда супердельные предложения. Чтобы все было чин по чину и справедливо. Критиковать не буду, просто немножко дополню. По данным Роспропаганда у нас в стране 80% якобы поддерживают то, что сейчас происходит. Тогда еще одно предложение. Можно у всех, кто поддерживает, просто, естественно, по собственному желанию, ежемесячно удерживать по 5-10 тысяч рублей. Для богатой России, по сути, какие мелочи, всего лишь 5 тысяч. Если судить по официальной российской статистике, это всего лишь 10% от средней заработной платы россиян. Хотели ощущать себя причастными, а не просто сходить за кашу с сосиской в лужники? Пожалуйста, скидывайтесь. Ну а также считаю, что полезно взять по 100-200 тысяч с каждого чиновника. Явно они от этого не обеднеют. А с депутатов Госдумы снимать по половине зарплаты ежемесячно. У них зарплаты по полмиллиона рублей. Там тоже особо не убудет. Ну и шутки ради. В сети появилось видео, как депутаты Госдумы принимали новые законы о мобилизации через госуслуги. Выглядело это ровным счетом. Вот так. А этот розовощекий крепыш, это зять Сергея Кужугетовича Шойгу, министра обороны России. И зятек прямо из окопов записал видео, как расслабляться под бахмутом. Я хочу дать тебе несколько советов, как можно легко расслабиться после тяжелого рабочего дня, не употребляя при этом алкоголь. Забудь. Это не было. Вы, пацаны, заходите на госуслуги и езжайте на территорию соседнего государства. А я расскажу вам, как правильно расслабляться. Но в то же самое время полюбуйтесь грант-конституции и жалуются, что в России стало просто некому работать. В целом по стране в 3,5% по многим направлениям просто не хватает рабочих рук. Здесь надо решить три главные задачи. Первое. Использовать кадровый потенциал регионов, поселенных пунктов, где пока еще сохраняется высокий уровень безработицы. А такие регионы у нас есть. Второе. Нужно активно применять технологии бережливого производства и автоматизации во всех отраслях экономики и в социальной сфере. Путин заявляет, что в России по многим направлениям не хватает рабочих рук. И он призывает использовать кадровый потенциал регионов. Осенью 22 года 300 тысяч взрослых мужиков отправились на территорию Украины. Судя по разным оценкам, более миллиона человек по той же самой причине из страны уехало, но уже на территорию других стран. И странно как-то так получилось, что в России стало не хватать рабочих рук. Ну да, действительно, куда-то они подевались. Это что называется, помогите Даше найти рабочие руки в стране. Но нельзя никак не упомянуть про День космонавтики. Ведь Россия это не только великая держава, но и великая космическая держава. Правда у нас, у главного космонавта немножко поцарапан батут, но сейчас не об этом. Давайте переместимся в 2018 год. Самое время вспомнить, о чем заявлял Путин касательно космоса. Мы сейчас будем там осуществлять беспилотные, а потом и пилотируемые пуски для исследования дальнего космоса. И лунная программа, и затем исследование Марса. Первое, это совсем скоро, в 2019 году мы собираемся запустить в сторону Марса миссию. Новое продолжение исследования Луны. Мы, не как Советский Союз, наши специалисты постараются сделать высадки на полюса. Потому что там и есть основания полагать, что там может быть вода. Вот там есть чем заниматься. Оттуда может быть начато исследование других планет, далекого космоса. Великий космонавт в 2018 году рассказывал, что сейчас и на Марс полетим, и на Луну полетим, да и вообще другие планеты будем исследовать, и на Луне вообще воду найдем. Ведь Россия, как говорил Путин, не заканчивается нигде, даже на Луне. 2023 год. Он же встречается с главой Роскосмоса. Сегодня основные параметры и облик станции, этап ее создания нам уже хорошо известны. И я в ходе сегодняшней беседы доложу вам об этом. Насколько я понимаю, одна из функций, одна из целей этой российской орбитальной станции будет заключаться в том числе и в том, чтобы готовить к реализации наших планов по Луне. Абсолютно точно, Владимир Владимирович. Новая орбита, новая радиационная обстановка позволит нам углубиться и освоить те технологии, которые необходимы будут для дальнего космоса, в частности для лунной программы. Пять лет летели на Луну, летели, летели, летели и не долетели. А вот это уже настоящие космические программы. Российским военнослужащим передали мотоцикл с коляской, на который прикрепят пулемет. Повторение прямо как под копирку. Даже мотоциклы те же самые. Мы будем его использовать в мобильном моменте, поставим на него пулемет, будем ездить мобильно, быстро, удобно, незаметно. Пригодится во всех миссиях, абсолютно, любая задача будет выполнена. Цвет изменили, усилили резину. Колесо с мышным протектором поставили. Технически обслужили, там коробка, все, плюс запасные первые необходимости. Короче, спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо вам. Это вам спасибо. За вашу службу спасибо. В тот момент, когда этот современный аппарат развил первую космическую скорость, у космонавта даже часть скафандра отлетела. Ну и к хорошим новостям. Нет, сегодня валидола не нужно, новости по-настоящему будут хорошие. Вот какое чудо случилось в Хабаровске. Канал «Мой день» в Хабаровске рассказал о современных технологиях, модернизации общественно важного пространства с внедрением космических технологий. Хабаровчане уже давно ждут, когда снесут так называемые бараки на проспекте. Решить эту задачу взялись хабаровские инженеры. Не, ну способов, конечно, много разных. Но так как-то символичней день космонавтики все-таки. А куда вы переселили людей? Еб***ь, род, люди! Это было неожиданно, но в целом увлекательно. Претензий не имеем. По словам инженера, идеи для своих разработок он берет у инопланетных цивилизаций, которые в 89-м году посещали Землю с целью порабощения. Ярошенко поделился с нами архивными записями. И как с помощью русского гостеприимства переубедил их уничтожить Землю и сделал союзниками. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Признаться, есть один минус. Мы понятия не имеем, где и когда эти бараки приземлятся. Алена Маратканова, Эдвард Калин. Новости будущего. Специально для Мой День Хабаровск. Сейчас вы видите уникальные кадры. Барак, но не Обама, приземлился прямиком возле Байдена. Но нельзя не рассказать. АвтоВАЗ представил новый кроссовер. Lada X Cross. Полюбуйтесь на это чудо. Наконец-то инженеры АвтоВАЗа не с помощью какой-то матери, а с помощью современных импортозамещенных технологий добились того, что создали принципиально новый шильдик для китайского автомобиля Fav Bestun T77. Этот автомобиль, как автомобиль Москвич, будет собираться полностью из китайского автомобиля, только наклеивается шильдик Lada, и выпускать его будут, в отличие от москвича, в Санкт-Петербурге. На месте инженеров я бы дал ей название Lada Dachonpao. А с вами были новости с Антоном Хардиным, и я не прощаюсь.